Всем привет! Вы на канале Анапчане, с вами Наташа. Сегодня я покажу вам жилой комплекс времена года. Обзор о жилом комплексе я уже снимала в июне этого года. Ссылочку, конечно же, я оставлю внизу под этим видео, обязательно посмотрите. И также с Максимом мы снимали путь до песчаного пляжа от этого жилого комплекса. Наглядно также вы можете посмотреть и какой путь до пляжа, и какой продолжительности он. Также оставлю ссылку на видео, также посмотрите обязательно. Ну а сегодня я хочу подробно остановиться на плюсах и минусах жилого комплекса. Конкретно рассказать вам, чем этот жилой комплекс может быть для вас привлекательным. Ну а какая-то возможная информация убережет вас от покупки, о которой вы в будущем будете сожалеть. Я не риэлтор, поэтому у меня нет никакого интереса во что бы то ни стало продать недвижимость, умолчав о некоторых моментах, которые впоследствии после покупки могут для вас стать неприятностью. У меня другой интерес, который основан исключительно на том, что я рассказываю о жилом комплексе времена года и о других жилых комплексах Анапы. То, что думаю и то, что считаю нужным донести до зрителя. Итак, жилой комплекс времена года – это 16 домов, 5 и 8 этажей. Четыре очереди – зима, весна, лето и осень. Первая очередь – зима была сдана еще в 2017 году. Последняя очередь – последние дома, последней очереди – осень. В 2020 году, совсем недавно, продолжительная территория жилого комплекса протянулась от Анапского шоссе, соединяющего Анапу и станицу Анапскую, до улицы Мирной, которая ограничит уже с 12 микрорайоном. Дома жилого комплекса разрастались не ввысь, а вдоль, позволив себе средней этажности застройку. Хотя нередко риэлторы называют дома жилого комплекса времена года малоэтажной застройкой. Ну, давайте теоретически уберем лифты из 8 этажек жилого комплекса и пускай эти риэлторы оценят малоэтажность этих домов. Малоэтажная застройка – это дома до 3 этажей. 5-8 этажей – это уже застройка средней этажности. Да, это не 18, не 20 этажей, какие вот дома встречаются высокие в Анапе. Но и малоэтажной застройкой дома жилого комплекса времена года тоже называть некорректно. В жилом комплексе квартиры свободной планировки. Это значит, что вам достается определенной площади квартиры, в которой есть стены, которые определяют лишь зону санузла. В остальном комнаты, количество их и площадь вы организуете сами, возводя стены в квартире самостоятельно. Это можно рассматривать как плюс, потому что вы сможете спланировать свою жилплощадь индивидуально под себя. Одну из квартир я вам сейчас покажу. Квартира находится в одном из домов, очереди осень. Заходим в подъезд. Ряды почтовых ящиков. Хорошо, тепло здесь. Так, и грузопассажирский лифт. Вот такие у нас площадки с квартирами. Итак, проходим в квартиру. Квартира общей площадью около 59 квадратных метров. Значит, во временах года квартиры свободной планировки, поэтому вот эти стены, которые, собственно, организуют комнаты, они возведены, то есть вы можете по своему желанию возвести стены и сделать столько комнат, сколько вы пожелаете. Но вот в данном случае люди сделали для себя двухкомнатную квартиру. Вот такой вот просторный коридор, прихожая получилась. Санузел со всем необходимым. Ванна, раковина, унитаз с гигиеническим душем. И также здесь успешно поместится стиральная машина. Кухонка небольшая. Кстати, квартира находится на третьем этаже. Одна из комнат, тоже небольшая, с выходом на балкон. Причем балкон площадью 7,5 квадратных метров. Он достаточно большой. Остекление в пол. И видите, выход на балкон как из одной комнаты, так и из другой. Ремонт в квартире производился нашим партнером Максимом Павленко. Его компанией, которая занимается ремонтами квартир в Анапе под ключ. Ссылку на его YouTube я оставлю внизу под видео. Вы сможете зайти на его канал и познакомиться подробно с его работами. Ну и еще давайте прокатимся на последний, восьмой этаж. Посмотрим, какой вид открывается на округу. В домах жилого комплекса нету общих балконов. Но вот есть вот такие окошки на лестничных площадках. Вот отсюда мы можем посмотреть на округу. Можем посмотреть с высоты восьмого этажа на территорию. С детской площадкой. И также отсюда хорошо видно, как активно строят по соседству новые восьмиэтажки. Но об этом немного попозже. В жилом комплексе времена года панорамное остекление на балконах. Это не редкость для новых жилых комплексов Анапы. В отличие от квартир со свободной планировкой. И в данном случае каждый сам решает, панорамное остекление это хорошо или не очень. Я, признаться, вообще не понимаю панорамного остекления на нижних этажах, где изоляция от внешнего мира минимальная. То есть на этом уровне ходят люди на улице. И плюс еще вы в полный рост у них на виду. Я могу понять панорамное остекление на высоких этажах, где из-за высоты как раз и появляется вот эта вот изоляция от внешнего мира. Но на первых этажах, я считаю, это крайне неудобно. И редко, редко, когда люди оставляют панорамное остекление, панорамным остеклением, все равно нижнюю часть остекления всячески заклеивается. В итоге, уже когда люди обживают свои квартиры, мы видим, что стекла всячески залепливают, чтобы снизить видимость жильцов в квартире, людям снаружи, с улицы. В том числе и заклеиваются, чтобы спрятаться от солнца, потому что панорамное остекление в жаркое лето не дает дополнительного комфорта. А в холодную ветреную зиму, возможно, на балконе будет не так комфортно и тепло, как могло бы быть, если бы остекление было бы не панорамным. Продолжительная территория жилого комплекса позволяет разместить достаточное количество детских игровых и спортивных площадок. На территории жилого комплекса времена года они интересны, разнообразны и рассчитаны на разный возраст детей. Это неоспоримый, конечно же, плюс. С ребенком можно выйти и без проблем занять его то на одной, то на другой детской площадке. При этом жилой комплекс построен, как и все новые жилые комплексы, там, где раньше были поля и виноградники. То есть это была окраина города, земли сельхозназначения. И теперь, когда эти территории застраиваются, то чувствуется сильная нехватка зеленых насаждений, в том числе и на территории времен года. Спасательная тень и узнайное лето тут только от самих зданий жилого комплекса. На тех же детских площадках вы сможете находиться в утренние и вечерние часы. В дневные это будет затруднительно. При всем при этом состройщик занимается зеленением дворов, садит клумбы, деревья. Но все это в таком начальном этапе, чтобы минус превратился в плюс, нужны года. Тем не менее, территория жилого комплекса соседствует с незастроенной природной территорией. Это и пение птиц по утрам, и гармоничный вид из окна, свежий воздух, и погулять с собакой здесь хорошо. Если бы эта территория осталась бы зеленой, парковой, и при этом еще благоустроенной зоной, она могла бы стать неоспоримым, жирным плюсом для жилого комплекса, который бы свел на нет ряд минусов. Но наличие парка в этом месте или же возведение новых многоэтажек, что именно будет из этого, неизвестно на сегодняшний день. Развитие и первого, и второго сценариев пока равнозначные. Будем все же надеяться, что администрация города не допустит застройку территории исключительно многоэтажками, тем самым лишив многочисленных жителей этого района парковой зеленой зоны и социально значимых объектов. Продавая квартиры в жилом комплексе времена года с видом на поля, многие риэлторы с непринужденной уверенностью говорят, что здесь будет парковая зона. Никакой ответственности они за эту информацию не несут, поэтому имейте в виду, что вы можете приобрести квартиру с видом в будущем на соседнюю возводимую новую многоэтажку. И учтите, что строительство обычно происходит в течение двух-трех лет. Так что гармоничное соседство с зеленой зоной может быть временным. Тот же застройщик, который построил времена года, продолжил строительство многоэтажек. Рядом с крайними домами очереди осень уже начато строительство двух домов по 8 этажей под названием «Бархатный сезон». Дома будут по аналогии с домами жилого комплекса времена года. Окончание строительства планируется на четвертый квартал 2022 года. Можно ли предположить, что продолжение строительства не ограничится двумя домами по 8 этажей? Кажется вполне логичным, что застройщик продолжит строительство домов вдоль уже построенных домов комплекса. Таким же временным достоинством ЖК может оказаться и наличие достаточного количества парковочных мест. Уже не первый год вдоль домов жилого комплекса планируется создать двухполосную проезжую часть общего пользования, которая будет соединять Анапское шоссе с улицей Мирной. Сейчас большая часть припаркованных автомобилей находится как раз вдоль направления этой дороги. И разумеется, при создании активной проезжей части эти парковочные места будут убраны. Да и вообще перспектива активной проезжей части под окнами малоприятна. При таком раскладе панорамные окна скорее минус. Обычно застройщики Анапы увлекшись благоустройством территории придомовой разбивают клумбы, по которым нельзя разумеется ходить и выгуливать собак. И напрашивается резонный вопрос а что же делать владельцам собак и где же с ними гулять? Смотрите какую я увидела табличку места для выгула собак. Вот видите? То есть вот на противоположной стороне от домов с клумбами по которым нельзя выгуливать собак гулять с собаками вот такая полоска зеленая с указателем добро пожаловать продавая квартиры в жилом комплексе многие риэлторы говорят о районе вот этом в котором находится жилокомплекс как об активно развивающемся но пока кроме жилых высоток и коммерческих зданий построены из социальных объектов и социально значимых объектов только два детских садика это на территории жилого комплекса Черное море который здесь находится недалеко и на территории жилого комплекса Лазурный который находится несколько ближе к времена года чем жилой комплекс Черное море и вот даже начав строительство новых домов ничего застройщика не слышно о его намерениях построить какой-нибудь социально значимый полезный объект для жителей жилого комплекса но как минимум детский садик мы уже не говорим о школах это конечно вообще просто какое-то запредельное достижение для Анапы но вот единственное на что он расщедрился застройщик при строительстве двух новых домов восьмиэтажек рядом будет возведена многоуровневая надземная парковка ближайшие же школы это четвертая и пятая это старые школы Анапы они разумеется перегружены строится новая школа в Алексеевке сейчас но будет она построена только в 2022 году из медучреждений это медицинский центр сферы где кстати можно сделать МРТ и небольшая клиника инвитро где в основном можно сдать различный биоматериал на анализ восточный рынок фермерский здесь примерно в 10 минутах ходьбы гипермаркет магнит семейный супермаркет пятерочка магазины бытовой техники электроники и магазины для стройки и ремонта есть немного точек общепита в том числе Макдональдс а вот напротив пятиэтажек очереди зима смотрите возводится металлический каркас под торговые ряды здесь планируется небольшой рыночек прямо вот рядом с жилым комплексом там и здесь получается вот от жилого комплекса проход на улицу парковую это получается у нас уровень медицинского центра медик то есть теперь вот непосредственно от жилого комплекса можно сюда подойти не обязательно обходить по Анапскому шоссе как было ранее до моря можно дойти пешком повторяюсь мы с Максимом делали обзор наглядный обязательно посмотрите его но расстояние такое что скорее всего будет удобней до пляжа добираться на транспорте на своем личном или на общественном но в любом случае если мы говорим о посещении пляжа и пляжном отдыхе то имеем ввиду лето а летом в Анапе пробки ну вот выслушав всю информацию о районе в котором находится жилой комплекс временного года вы сами для себя можете определить насколько это развивающийся активно развивающийся район надеюсь информация мной представленная для вас сегодня была интересна полезна обязательно пишите в комментариях что вы думаете по поводу всего мною изложенного как думаете будет ли тут по соседству зеленая зона парк ну или на худой конец сквер или же все-таки не стоит надеяться на чудо и по соседству с домами жилого комплекса времена года будут возведены аналогичные новые жилые высотки лайк сегодня такая погода зябкая очень прохладно ветрено поэтому обязательно лайк за мои старания и подписывайтесь на наш канал на нашем канале обзоры новых жилых комплексов Анапы причем такие обзоры по чесноку обзоры районов улиц и в том числе Максим за редким исключением каждый день проводит на нашем канале прямые трансляции из Анапы благодаря которым вы можете знать какая погода в Анапе какая ситуация на пляжах Анапы и также быть в курсе последних новостей из Анапы все друзья еще обязательно увидимся с вами была Наташа пока